Ну что, друзья, всем огромный привет, всем доброго времени суток, меня зовут Мишаня, мы сегодня продолжаем играть в КРМП, и сегодня мы, друзья, начинаем играть на таком сервере, как Prime Russia. Это, друзья, сейчас за последнее время очень довольно популярный проект среди всех проектов КРМП. Это, в общем-то, пародия на Радмир КРМП, то есть, в общем-то, это полная сборка Радмир КРМП, еще и плюсом с бонусом. То есть, вы теперь понимаете, да, как бы, всю суть. То есть, мы сейчас заходим на, можно сказать, такой, ну, оригинальный Радмир КРМП, на котором мы можем сейчас, в общем-то, начать играть, покупать, то есть, тачки, тестить все те же системы, которые есть на оригинальном Радмире. То есть, сейчас, друзья, этот проект обещает, на самом деле, очень крутую игру на сервере. То есть, когда он открывался первый раз, здесь изначально подкинули стилеры, но это были не сами, получается, адмиры, ой, админы, админы, говорю, админы этого Prime Russia. То есть, это, как бы, не те люди, как бы, ну, не создатели подсовывали вам стилеры, майнеры. Это, получается, когда они при покупке какого-то скрипта, какого-то ресурса, им, видимо, продавец засунул как раз-таки эти вирусы, стилеры, майнеры и тому подобное. То есть, таким образом, ну, обманули проект Prime Russia. Поэтому, друзья, именно поэтому, в общем-то, здесь и было очень начало такое обидное для всех, то есть, взламывали аккаунты. Но сейчас, вроде как, по ТикТоку уходят видосы, что все, как бы, вроде как исправилось, и можно начинать играть на этом проекте. В общем-то, друзья, при начинании нам дают 50 миллионов на наши, получается, наличный счет. И, в общем-то, друзья, окей, 50 тысяч нам начислились. Еще мне сейчас, видимо, нужно просто перезайти на сервер для того, чтобы у меня прогрузился интерфейс. Потому что сейчас, в данный момент, он не показывается, потому что я первый раз зашел на сервер. Поэтому, друзья, я думаю, я буквально на секундочку отвлекусь, перезайду, и уже с интерфейсом мы продолжим играть на проекте Prime Russia. В общем-то, друзья, как я вам и говорил, я только что перезашел на сервер. Как вы можете заметить, у меня теперь прогружается HUD, то есть, интерфейс. Поэтому, друзья, после того, когда вы будете заходить на сервер, обязательно перезайдите на него, потому что у вас появится интерфейс. Сейчас, друзья, можно прописать, в принципе, команду GPS. В общем-то, вот так вот эта команда звучит. Конечно, у меня с английским все плохо, но ладно. Общественные места. Нам нужно, ребята, автосалон. Ну, а эконом-классы это где, ребята? Давайте мы посмотрим по карте. В этом городе, я думаю, нету, да? Так, но эконом-это у нас, ребятки, смотрите, где вообще. Это очень далеко. Поэтому нам нужно срочно, ребят, переделать автосалон. А вон, ну, допустим, среднего класса поближе, надеюсь, будет. Так, наверное, где-то вот в этом городе. Ну, чуть-чуть прям уже стал поближе, конечно. Нужно еще немножечко поближе. Общественные места. А если вот премиум-класса, ребята? А это, наверное, будет вот здесь где-то в городе, да, внизу. Нет? Нет, это еще дальше. Блин, обидно, обидно на самом деле. Ладно. Я думаю, что нам нужно сначала дождаться или найти какую-то тачку, найти какого-то кентуху для того, чтобы отправиться, ребят, знаете куда? В автосалон среднего класса, потому что он находится, на самом деле, ну, ближе всех, я считаю. То есть буквально вот здесь вот спуститься. То есть нам нужно до автосалона среднего класса полететь примерно. И там, в общем-то, прикупить себе тачку, потому что, ребята, проект обещает, если честно, лучшего. То есть сейчас здесь играет, ну, по 500 человек. То есть сейчас как бы время еще такое. Давай сядем с ним. Стой, 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 стой. Так, он, а, это, он не владелец этой тачки. Но это М5, пацаны, смотрите, какая тачка. Балдеж, я тоже хочу какую-то такую себе прикупить. Но вот, ребят, к сожалению, нету здесь ни людей, ни машин. То есть тут добираться нужно просто самим. Это на самом деле такое себе. Ну, конечно, есть возможность у меня сейчас одна. Я, наверное, думаю, можно будет сейчас свернуться, написать администрации. Мне кажется, нам помогут довести, в общем-то, до автосалона среднего класса. Поэтому давайте я, наверное, да, сейчас включусь буквально на секунду, чтобы им написать. В общем, друзья, прошло буквально, наверное, минутки две. Я написал администрации по этому поводу, что я хочу добраться до автосалона там, где можно прикупить BMW M5 F90. Я вот не знаю почему, но я, вот, получается, посмотрел на эту BMW M5, которую вот мы недавно с вами видели. И, блин, ребят, на самом деле мне прям понравилась эта тачка, поэтому я хочу ее прикупить, потому что на эту тачку есть еще тюнинг. И сейчас можно будет поехать как бы затестить еще плюсом тюнинг на BMW M5 F90. Потому что на M5 F90 обещают крутой тюнинг, то есть там можно будет поставить спойлера. Вот такая вся тема. В общем-то, администрации, ладно, я написал. Сейчас они меня спросили мой айдишник, мой айди 41. Да, меня, смотрите, тэпнули, ребята. Так, давайте напишем спасибо, сэр. Давайте вот так вот скажем. Вот. Все, спасибо, сэр. Блин, честно, приятно, то, что даже администра... Ой, я случайно два раза зас... Ладно, бывает. Так, приятно, что помогает, как бы, администрация, это очень хорошо. Так, а здесь где нам покупать тачки? В общем-то, вот, покупка транспорта. Далее. Я надеюсь, то, что дом не надо будет покупать. Ай, какой Поршик. Давайте погнали дальше. То есть, тут, ребята, по стрелочкам. Мерседес Е63. Кстати, стоит 4 ляма. Но я, ребята, хочу купить себе очень сильно. Так, тут есть, как бы, и Майбах. Это круто. Феррари, кстати, посмотрите. Феррари, в принципе, тоже недорого стоит. На ней, вроде, тоже есть тюнинг, если я не ошибаюсь. Так, ну, есть тут еще, ребят, так, Бентли, Порш, Тесла, М4, вот она. Но это не М5. Так, Мерседес Бенц. Это гелик вообще. Так, вот, М5. А, это Х5. Ф15. Кстати, можно Х5 было бы купить, но нет. Я хочу прям М5 и в 90. Что-то интересное. BMW i8, кстати, тоже интересная машина. Ну, блин, у нее крыши нету. Это очень печально, если честно. GT 63s. Это что? Это у нас такая машинка интересненькая. P1, это у нас 20. Вот, пацаны, что нам нужно? Нам нужно McLaren, ребята, обязательно в белом цвете. Нет, давайте в оранжевом. В желтом, да, вот таком цвете купить. Да, я хочу действительно приобрести себе этот автомобиль, потому что я давно хотел себе на Redmi купить себе вот, ну, McLaren. То есть, сейчас я вам показываю возможность. Так, для покупки транспорта в эту кассу нужно иметь ненужность. Сучка! Это очень плохо. Так, ну ладно, давайте мы тогда сейчас еще раз напишем в администрации и спросим по поводу имущества. В общем-то, ребята, написал я сейчас в администрации по этому поводу. Опять же, ребята, обратился за помощью с телепортом до свободного имущества и с телепортом до автосалона. Короче, посмотрим, поможет ли администрация. Да, будет, кстати, такой, знаете, небольшой эксперимент. Кстати, посмотрите на гелик G65. То есть, как бы можно купить McLaren, да, ребят, согласитесь? Но можно одновременно купить себе вот такой вот Гелендос. И прям, ну, в натуре прям вообще суету наводить, пацаны, на сервере. И я вот сейчас играю на этом сервере, и я понимаю, что проект мне интересен. То есть, тут, блин, можно приобрести сейчас имущество. Я приобрету, куплю потом, ребята, себе, наверное, либо гелик, либо McLaren. Можно будет купить и McLaren и гелик, кстати. И будет вообще пушечка, пацаны. McLaren просто вот такой вот оранжевый и себе черный гелик, ребята. Я думаю, что это будет крутой автопарк. Или белый McLaren. Это вообще будет соска, пацаны, с геликом рядом. Это будет вообще смотреться просто изумительно. Короче, сейчас у нас будет вообще крутой автопарк, поэтому ждите. Так, ну что, ребята, вот администратор нас снова, ребята, телепортировал. В общем-то, давайте, ребята, наверное, приобретем номер подъезда 65. По-любому давайте купим, наверное, в этом доме квартирку. Его, наверное, надо будет здесь походить, подыскать, мне кажется. Нет, здесь только на лифте. Так, окей. Второй этаж. Давайте нажмем. Мало ли есть что-то на втором. Можно будет что-то приобрести. Так, низкий класс. Номер подъезда. Стоимость 20 миллионов или 200. Так, количество комнат 1, номер подъезда, номер квартиры. Так, ладно. А если приобрести вот по правой стороне здесь будет поэлитнее немножечко. Нет, все равно низкий. Почему низкий? А почему, типа, а если выше, например, пятый этаж? Там по-любому будет высокий, нет? Ну, низкий класс, номер квартиры 20. Хочу, ребята, приобрести себе номер 21. Есть тут такая? Так, этот тут уже владеет. Ладно, давайте тогда приобретем 20. Чтоб и нет. Купить. И, в общем-то, да. Вам нужно заплатить за дом в ближайшем отделении банка. GPS. Все, я приобрел себе хату. Ну, примерно вот так вот она выглядит. Ну, зачем мне еще какая-то квартира, правильно? Когда у меня есть, в общем-то, вот такая. И, в принципе, можно в ней так же жить. Главное, ребята, потом просто вспомнить вообще. Типа, саму хату, где она находится. Надо, по крайней мере, открыть карту, мне кажется. Да, ребята. И вот где-то моя квартира будет вот здесь вот находиться. Все, понял. Я примерно, ребята, запомнил. В общем, ребята, 65-й подъезд. 20-я квартира на пятом этаже. Запоминайте, ребята, эту хату. Вот напротив здесь есть Сбербанк. То есть, в общем-то, геолокацию. Скинуть, к сожалению, не могу. Вот, но примерно по ориентируем вы как бы понимаете, да? То есть, вот где-то примерно я здесь буду находиться. Тусить, жить. В общем-то, здесь будет припаркована моя тачка. Наверное, наверное, Макларен. Ребята, не знаю, не знаю. Не знаю, вот сейчас прикиньте. Мы приедем, ребята, за Маклареном. А он скажет, а у вас здание типа низкого класса. Это будет типа вообще честно или нет? Я надеюсь, что это будет нормально. Потому что я не думаю, что обязательно нужно иметь какой-то дом высшего класса, когда у тебя, ребята, ну, есть деньги на Макларен. Типа, я не думаю, что это прямо обязательно. Поэтому давайте попробуем. Ладно. Полистать, посмотреть. Так, Макларен. Я его сразу, ребята, найду. Наверное. Он где-то здесь уже. Так, Макларен. Макларен P1. Вот он. Хочу его видеть. Ну, давайте пока, да, в желтом цвете. В белом, конечно, не могу видеть. В синем. Давайте пока в желтом цвете купить. Да, приобрести. И все. Теперь вот. Теперь нам нужно приписать 20 лямов ушло, ребята. Прописываем кар. Так, Макларен P1. Так, 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 так. Где мой Макларен? Вон он, вон он мой маг. Ошалеть, парни. Смотрите на этого красавчика. Иу. Просто такой балдежный автомобиль, я вам так скажу. Все. Теперь можно его просто завести. Так, надо, наверное... Ой. Закрыть. Кар. Макларен P1. Вставить ключи. И завести. Все, ребята. Теперь мы на Макларене. Можем отправиться, ребята, в банк. Я думаю. GPS. Общественные места. Центр занятости. Так. Банкомат. Нам нужно... Банкомат. Так. Ну, это, наверное, назад. Государственные организации. И нужно, мне кажется, здесь найти... Вот банки, да. Арзамас. Так. Это у нас где, ребята? Арзамас. В принципе, тачка-то у нас быстрая. Да. Базару нет. Это нам нужно отправляться налево сейчас. Просто ехать до того налево. Как раз таки можно будет... Ну, сейчас затестить как бы Макларен. Единственный, ребята, минус... То, что Макларен... Это быстрая тачка. Нет. Это как бы не минус. Это, понятное дело, плюс. Но эта тачка жрет по-любому очень много бензина. То есть, она не жрет, как там Гелик, например. Ну, хотя Гелик, знаете, он тоже жрущий такой... Скунс. Так. Штраф бы не получить еще на тачку. Ну, хотя у меня еще номеров нет. Поэтому можно будет, мне кажется, летать. Так. Нужно, да, по-любому на заправку сразу заехать. Здесь у нас вроде как на Num 2 начинается заправка, да? Num 2. Нет, никак, да? Как? Как заправкой пользоваться? Блин. Я забыл, ребят, если честно. Фу, его нет. Я, может, по команде фу, ел. Ладно, походу, ребята, надо просто покупать, мне кажется, канистры. Нажмите Alt. Я нажимаю. Что за фигня? А, Слэш и ЁПТО. В машине. Так, ладно. Слэш и. Слэш и. Да, ребята, смотрите, сколько заправить. Ну, давай тогда полный баг 95-го подтвердить. Все? Заправляется? Или не будет заправляться? Ах, ах ты, сучка. Блин, у меня Макварен теперь сломался. Спасибо. Так, ладно, мне нужно заправить. Что за фигня? Вместимость. Ну, я 105-го. Опять, вы не выбрали тип топлива. ЁПТОВОЙ. Вот, 95-й. Чё они, ёбнутые? Вообще, пацаны, это чё такое? Давай 98. Вы не выбрали. Ёбнутая заправка, я считаю. Короче, ладно, полетели, ребята, в банк. Мне самое главное сейчас оплатить за хату. Потому что я не хочу, чтобы моя хата нахуй слетела в первый же день. Это будет прям, ну, полноценный высад. То есть, как бы это по-другому не назвать. Поэтому, ребята, нужно по-любому заплатить за хату. Поехать до хаты. Чё-то разговариваю, как гопник ёбанный. Ну, ладно. Поехать до квартиры моей. Там запарковать, как бы, мой транспорт. Кстати, если я сейчас подъеду прям к банку, который находится возле моего дома, я прям охуею. Нет, это не возле моего дома, нет. Я немножко ошибся. Ну, ладно. С кем не бывает, как говорится. Так, здесь у нас тоже есть, кстати, Сбербанк. Паркуем тачку. И полетели, ребята, платить налоги. Так. Заплатить за дом. Ну, внесу, ну, 30 дней я хочу оплатить. Вы не можете оплатить за ремонт больше, чем 30 дней. Давай тогда... Ну, 15. И ещё 10. Да, зашивись. Теперь вот мы смогли заплатить за гараж. Он есть. У вас нет гаража. Платите аренду бизнеса. Всё, в принципе, сейчас мне больше не нужно, ребята. Необходимо 5000... А, я... А, я не продлил. Надо, видимо, на банке эти деньги хоронить. Так, ну ладно, давайте хотя бы на банк лям закинем. И этот лям будем пользоваться. Так, открыт новый счёт. Видите значение. Так, видите название нового счёта. Так, миллионер. Михаил, ёлта. Окей. Операция завершена. Спасибо. Мои счета. Основной счёт. Положить на банковский счёт. Другая сумма. Я думаю, ну, 500 тысяч даже нормально будет. Раз, два, три. Положить. И теперь нам нужно, ребята, оплатить, в общем-то, налоги. Выйти. Вот, оплата дома. Заплатить за дом. 25. Заплатить. Всё. Вы успешно оплатили. Отлично. Теперь я, ребята, в любом случае не потеряюсь. То есть у меня будет дом, у меня будет машина. Я смогу, ребята, передвигаться по этому серверу, как нормальный, блядь, человек. Что очень радует. Понятно. Так, сесть. Завёл. Закрыл. Так. Теперь нам нужно отправиться, ребята. А, ну вот. Я и говорил. О чём я и говорил, в принципе, ребят. Дом мой находится совсем неподалёку. То есть, смотрите. Видите, мы выезжаем сюда, вроде как, я помню. Вот. Нет. Чё-то, сука, не помню, походу. А, и нам нужно направо. Ой, налево. Сюда. Так, сюда вроде. И да, вот. Всё, вот мой дом. Давайте тогда вот сюда тачку припаркуем. Тут можно парк поставить. Транспорт припаркован. Вот. Ошалить. Кар. Макварен П1. Вытащить ключи. Прописать кар. Макварен П1. И теперь, ребята. Да, припарковать транспорт. Он будет здесь. Припаркован теперь всегда. И вот ещё у меня квартира рядом. То есть, всё отлично у меня теперь, как вы можете понимать. Спасибо всем огромное за просмотр. В следующей серии мы уже поедем оформлять на себя Макварен. Я считаю, это будет очень крутая тоже идея для видоса. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. А я вас всех люблю. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok